Кинорежиссер Никита Михалков решил снять свой фильм «Предстояние», посмотрев несколько лет назад «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга. С Никитой Михалковым мы говорили о том, стоит ли показывать на экране всю правду о войне и о том, может ли кино воспитать в человеке патриотизм. Никита Сергеевич, 65 лет прошло со времени победы, а мы очень много всего еще не знаем про войну, очень много всего засекречено. Как вы думаете, стоит ли говорить всю правду о войне или победитель имеет право на какое-то приукрашивание своего образа? Я думаю, что уже достаточно времени прошло, чего тут приукрашивать. Я не уверен, что много чего засекречено. То, что во время войны письма с фронта, они все читались и вычищались, так сказать, это время прошло. Но, так сказать, образ войны, созданный кинематографом, литературой, тоже в достаточной степени уже отошел, потому что появился потом и Астафьев, и Воробьев, и много других, так сказать, и Бакланов, и Васильев. Появилось много литературы, связанной с войной и абсолютно, так сказать, не похожей на то, что было можно и нужно писать тогда. Поэтому я думаю, что сегодня разговор заключается не столько в том, чтобы что-то скрывать, а сколько в том, чтобы применить тот опыт к сегодняшнему дню. Потому что я совершенно уверен, что общество потеряло иммунитет определенный. Вот это, так сказать, интересы, которые существуют, проблемы, которые есть, так сказать, гламур, который, так сказать, победил на сегодняшний день вообще, так сказать, в нашем обществе. Все это вместе взятое, оно при отсутствии генетической и исторической памяти, оно приводит к тому, что в любой, не дай бог, серьезный момент общество окажется не готовым ни к чему. И поэтому мне кажется, что если мы будем говорить о войне, то для того, чтобы дать людям ощущение и возможность понять, что та грань, на которой стояла страна, в общем-то, она должна чему-то учить. И если сегодня мы не будем этих выводов делать, то в какой-то неожиданный момент мы можем оказаться абсолютно беззащитными. Вот вы сказали применить тот опыт к сегодняшнему дню. У нас сейчас совсем плохо с пропагандой, в хорошем смысле слова. Во время войны с этим было очень хорошо. В принципе, создавались удивительные лирические песни, снимались удивительные кинофильмы, журналистика была на высоте. Судя по всему, вот этого нам сейчас не хватает. Воспитание патриотизма в хорошем смысле слова. Да нет, патриотизм, он всегда хороший смысл слова. Это, так сказать, довести до абсурда можно что угодно. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Я думаю, что вот как раз ключевой момент воспитания человека, знающего, где он живет, и знающего свою историю, и знающего, кому он должен быть благодарен вообще за то, что он живет. Это очень важный момент. Это есть везде, во всех крупных державах это есть. И в Англии, и во Франции, и в Америке тем более. Мы, не знаю, не дай Бог, чтобы осознанно и специально, скорее по глупости, мы как бы освободили сегодняшнего человека от обязанности помнить и знать свою историю, свою героическую историю. Как бы всем цветам цвести, а почему, собственно, и нет. И когда в учебнике там три страницы про высадку союзников в Нормандии, ну не сказано, что союзники высадились тогда, когда поняли, что война практически выиграна Советским Союзом. Да, они воевали и в Африке, и воевали они и в других частях света, но все равно основная, так сказать, тяжесть легла на плечи нашей с вами страны. И когда вот там это, так сказать, об этом не говорится, но говорится о героическом подвиге союзников, а Курской дуге там уделяется полстраницы или Сталинградской битве, это как раз и есть то самое, ну как бы подспудное вымывание из-под человека, его иммунитет. Вот это очень опасно, это опасно и я считаю, что очень вредно. Собственно, события, скажем, последнего, почему я говорю, что опыт, который нам нужен сегодня, вы могли бы себе представить, чтобы во время войны, когда что-то случилось, упала бомба, люди, обладающими транспортом, брали бы в 10 раз дороже, за то, чтобы провести 400 метров людей, рвущихся туда, где могли бы быть их родные. Его бы застрелили просто, просто, тупо, пустили ему пулю в лоб. Сегодня это, как бы, естественное явление, которое мы журим. Да, никто никого, кто смеет заставить меня на моей машине кого-то везти, я, это моя собственность, это, так сказать, вы обязаны уважать мою, так сказать, неприкосновенность, согласен. Но как раз об этом-то и речь, когда это внутри человека должно быть заложено, должно быть воспитано в нем, вот то, так сказать, то ощущение сопричастности, возможности и желания помочь. Это принципиально важно. Поэтому для меня, например, то, что происходит, так сказать, на сегодняшний день, в определенном смысле является собою некую модель чрезвычайно, ну, что ли, опасную, если хотите. Опасную в каком смысле, так сказать, я не кошмарю и не пугаю, но просто, когда человек не думает о том, что с ним может случиться то же самое, а это безбожье, чистой воды. Ведь сказано же в Евангелии, что поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Вот эта вот безбезродность, это абсолютно беспамятство внутреннее, оно, на мой взгляд, чревато. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки об этом думали.